На данный момент идет не отработка, а проверка реакции молодых животных. Вот эти все представленные собаки у нас завтра уезжают на обучение. Они еще практически не обучены, они все подростки, им всем до двух лет от роду. Поэтому реакции, все у них, которые нужны, все присутствуют для подготовки хорошей, качественной и обучения. Здесь прежде всего смотрится что? То есть добычность, преследование. Собака не всегда кусает потому, что она злобная. То есть она вообще по натуре, по своей, конечно, она кусает, когда присутствует какая-либо агрессия. Но постановка на захват делается проще всего, начиная с инстинкта добычи. То есть сначала она отбирает, ей дают понять, что она уверена в себе, эту добычу ей отдают через различные валики, мягкие рукава. И в дальнейшем уже переводят этот инстинкт добычи на инстинкт защитный, который уже присутствует у взрослого животного, когда он работает по навыкам защитной службы. Вообще, как таковая, желание кусать и агрессия, да, бывает внутривидовая, когда направлена на особи того же вида, либо межвидовая, когда, например, агрессия направлена на представителей другого вида, например, на человека, когда животные, собаки, начинают кусать людей. У нас, как правило, больше всего покусов именно проявляют агрессивность себя по отношению к человекам. В основном владельческие собаки, которые живут в городе, либо у частных владельцев. Меньше кусают бездомные, больше всего из бездомных собак, а опаснее всего это собаки стайные бездомные. Как правило, одиночные бездомные собаки, они не так опасны. Больше всего следует опасаться именно владельческих собак, которые ничего не боятся, которые социализированы к условиям города, и напугать их крайне проблемно чем-то. А бездомную собаку, даже такой элементарный прием, как имитация поднятия камня с земли и попытка бросить собаку, то есть уже может привести ее к бегству. Но если вы видите, конечно, что собака настроена агрессивно, стоит, естественно, прежде всего постараться избежать этой ситуации. Потому что к агрессии могут привести разные причины. Это и нарушение предельно допустимой дистанции, именно когда вы пресекаете ту дистанцию, при которой уже собака к себе не допускает. Либо конкуренция вызвана каким-то пищевым объектом при разделе пищи, либо игровым, который мотивационно очень сильно значение для животного имеет. Либо половая конкуренция, это уже больше межвидовая, но опять так называемые вот эти случаи свадьбы очень опасны. Избегать именно таких мест, где скапливаются стайные животные возле помоек, потому что они начинают воспринимать это как свою территорию. Ее начинают охранять, и когда нападают в стае, то эта агрессия уже более мотивированная и более опасная, нежели одиночное нападение на человека собаки. Если вообще человек вот так встретился с собакой и чувствует, что она может напасть на него, по внешним признакам. Это, как правило, собака начинает рычать, рычит не только с рыком, но оголяются клыки, то есть все вот такие мимические позы. Да, подъем холки, то есть шерсти на холки, не самой холки, а подъем шерсти на холки. И уже уверенное движение в сторону человека. Если вы уверены, что вы можете убежать и где-то есть укрытие поблизости, конечно, лучше убегите. Если не уверены, что вы убежите, то есть вы не такой прыткий, ни в коем случае не бежать. То есть нейтрально можно, если, например, человек идет из магазина, есть какие-то пищевые, то есть какая-то пища в сумке, то может попытаться эту реакцию сместить все на пищевой объект. То есть кинуть в сторону кусочек лакомства, еще чего-то, но ни в коем случае не предлагать с рук. Если же вы видите, что опасности уже не избежать, то если вы в одежде, например, зимней, то подставить что-то под укус, либо оградиться от укуса, например, сумкой, портфелем, еще чем-то, но ни в коем случае не провоцировать животное. Очень часто бывает, что родители с детьми подходят к чужим собакам с целью погладить. Ну, опять же, одна собака любит детей, другая собака просто не любит детей. Особенно именно опасно подходить к взрослым сукам, потому что у них и по природе есть присутствует такая агрессия на чужих детенышей, на чужих щенков, дабы выживания своих. Поэтому здесь нужно себя очень осторожно вести. Взгляд, взгляд, глаза в глаза, это воспринимается особенно сильными характерами, собаками с сильным характером, как вызов. То есть, когда идет встреча взгляда, то здесь назревает конфликтная ситуация. Особенно, например, при встрече двух особей, если понаблюдать за животными, две собаки встречаются, особенно половозрелые, кобели. Как только встретились глазами, положили голову на холку друг друга, так сразу же моментально идет атака одного на другого. Так и с собаками, которые с сильным характером встречаются, например, человеку в жизни. Бывают это и домашние собаки, бывают и бездомные, но бездомные говорят, что у них процент трусости намного больше, чем у домашних собак. То есть, естественно, чужие собаки нежелательно смотреть в глаза, иначе она воспримет это как вызов, особенно если это лидирующая особь сама по себе, по натуре сильная. Конечно, собака очень хорошо чувствует страх, потому что во время страха у человека вырабатывается адреналин, еще называют гормон страха, усиливается под отделение, то есть индивидуальный запах человека. И при этом еще внешний человек с всем своим поведением, когда помогает собаке понять, что он ее боится, то, естественно, это еще больше собаку провоцирует на более активные действия. Как правило, если вы видите, что собака тоже сомневается напасть на вас или не напасть, ни в коем случае не показывайте ей спину. Наоборот, стойте и смотрите ей в лицо, то есть в морду, в глаза, если вы видите, что она не уверена. Но я говорю, что это не относится к собакам, альфа-собакам, собакам, которые именно взгляд провоцируют на бросок. Если эта собака, у нее агрессия не постоянная, так скажем, она ждет каких-то действий от человека, что если он шагнет в ее сторону или сделает какое-то движение, то она нападет. То, естественно, вести себя спокойно. Если, естественно, она нападает, то, естественно, обороняться чем можно уже. Здесь не стоит уже думать, больно будет животному, не больно, либо вас, либо вы. В любом случае, вы знаете, надо избежать встречи и не провоцировать. Редактор субтитров А.Семкин